Я родилась 7 января 1975 года в Ульяновском районе, сейчас он называется Пухожрауский район, был небольшой поселок, называется Сафос Красный Октябрь. Детство, как у всех советских детей, прошло в такой, скажем, шумном таком формате. В школу я пошла в 82 году, в 7 лет. Я с первых дней училась отлично, хорошо училась, старалась не подводить своих родителей. Я в семье старшая дочь, нас двое в семье. Моя мама работала воспитателем в детском саду, сейчас она на пенсии. Папа у меня шофер с 45-летним стажем водитель. Я родилась в достаточно простой трудовой семье в поселке. С детства нас родители приучали к труду. Мы рано вставали, работали в огороде. С 5 лет я уже умела ухаживать, доила коров, топила печь. Ну и, как у всех среднесосетических советских детей, детство у нас прошло, скажем, мои воспоминания о детстве самые хорошие, самые приятные. В школе я была отличницей, одна из первых вступила в ряды октябрят. Это вот раньше была такая дружная организация детская, в которую принимали самых-самых достойных. Вот, училась я в русской школе на русском языке. Мы родились в поселке, он у нас многонациональный. По соседству с нами жили и немцы, и греки, и чеченцы, и русские, и казахи, и украинцы, белорусы. И мы вот всем поселком ощущали себя одной большой многонациональной семьей. К сожалению, вот с распадом Союза многие выехали на свою историческую родину, но мы до сих пор поддерживаем связь. Вот эта вот незримая связь с родиной, с малой родиной, она у всех нас, односельчан, присутствует. Я в 98 году вышла замуж. Супруг мой вообще, мы с ним были одноклассниками в начальной школе, мы с ним учились вместе. Потом на вечере выпускников мы встретились, поженились, да. Я вот сказала, что государство положено до трех лет сидеть с ребенком. Я и с первым, и с вторым ребенком сидела буквально год. Вот. Конечно же, раз ты мама, раз ты женщина, раз ты жена, надо большое внимание уделять своей семье. Вот. Я стараюсь, конечно, тоже миру, в силу своей, скажем, занятости уделять внимание семье. Потому что все, я так считаю, в каждой семье держится на маме. Мама – это как пуговка, на которой все держится. Вот. Я хочу сказать, что у меня дети очень самостоятельные. Они сразу поняли, что у мамы очень ограниченное время на общении с ними. Вот. Они достаточно самостоятельно сами учат уроки. Я скажу, что я строгая мама. Я требую беспрекословного выполнения и домашней работы, и задания по дому в целом, уборка. Это все на детях моих лежит. В этом, конечно, мне помогает очень сильно супруг. Он понимает, что вот мы с ним как вот две половинки, потому что он очень спокойный, он очень такой добродушный. Вот. И видя мою кипячую энергию, он старается мне, конечно, помогать. То есть все, что вот я достигла до этого периода жизни – это вот благодаря тому, что мне поддерживает супруг, поддерживает мои дети. Я старалась своих детей воспитывать на собственном примере. Потому что самый главный образец для подражания – это, я считаю, это родители. Так как родители себя ведут, это все проецируется на детях. Соответственно, я старалась. Но единственный принцип – я никогда не баловала своих детей. Я всегда понимаю, что в жизни родители не вечны, и всегда мы должны детям привести навыки. Навыки умения ладить с людьми, навыки умения зарабатывать деньги. Потому что дети должны понимать, что деньги с неба не сыпятся. Наверное, может кто-то сказать, что это слишком жестко, но так воспитали нас. Родители. Меня родители воспитали так, что все достает, добывается только трудом. Вот поэтому вот этот вот труд во главе угла, так скажем, да, это вот, наверное, идет у меня из детства. Ну что для меня семья? Для каждого человека семья, наверное, это тот надежный тыл, куда он возвращается после работы. Семья в жизни каждого человека – это самое важное. Это поддержка, это опора. Наверное, все высоты, которые мы достигаем – это благодаря поддержке самых близких людей. Это супруга, родителей, близких родственников, детей. Поэтому для меня семья самое первое место занимает в жизни. Я ищу alan в жизни. Я имею в виду Flight,ronics, resigned и отношений за lesson. Мадина, моя сестра, единственная сестра в семье Мавдайом, как она сказала, единственная сестра, мой наставник в жизни и в работе, везде подсказывает, такой очень позитивный человек, ответственно подходит не только к работе, но и семейно торжественно подходит, ко всем, к родственным связям, всем вообще, ну как сказать, очень талантливый такой человек, везде поддержит, везде подскажет, ну, я рада, что у меня есть такая сестра, что можно на нее положиться, ну, и любим ее. Моя мама очень талантливая, я ее очень люблю, я рада, что она получила такую награду, Моя мама вообще, она хорошая, целеустремленная, очень там веселая, смешная, и я очень люблю ее. Мама, поздравляю тебя с таким знаменательным днем, мы тобой очень гордимся, знаю, что мы всегда рядом, ты у нас большая молодец, мы очень горды тобой, я всегда на тебя равняюсь, вот, всегда очень рада, что моя мама делает такие шаги успешные. Вы знаете, наверное, не я выбрала эту стезю, а вот именно эта сфера молодежной политики выбрала почему-то меня, потому что, как я сказала, у меня кипучая юность, кипучее детство, и работа с молодежью очень интересна. Во-первых, знаете, ну, молодежь – будущее Казахстана, это вот такая сбитая фраза, но тем не менее за молодежью много, много интересного. Почему? Потому что именно у молодежи сейчас мы учимся креативному мышлению. Вот мне 46 лет, я сейчас понимаю, что я уже не говорю на одном языке с молодыми людьми, потому что время идет неумолимо вперед, вот, но в молодежи есть беспристрастность, бесхитростность, у них, они открытый сосуд, поэтому с ними работать интереснее в том плане, что много чем учишься у самой молодежи. Вот сегодня мы проводили встречу с тиктокером Давлетом Абдуллом, ну, вот он у нас среднестатистический студент, но тем не менее он сегодня рассказал очень интересные вещи, которые вот для нас, для среднего возраста, может быть неприемлемы, может быть непонятны, но он живет своей интересной жизнью, понимаете, даже все время быть соткой и работать с тиктоком, блогером, а то же приносит массу удовольствия, пользы, ну и, соответственно, мы сегодня узнали, есть возможность заработать. Поэтому молодежь, вот, по сути своей, это вот, так скажем, это движущее число общества, вот, тоже шаблон, тоже, так скажем, избитая фраза, но тем не менее за этой фразой стоит многое, вот, и с молодежью работа очень интересная. Мальчишки, помогите! Сейчас мы находимся на моем рабочем месте. Я работаю директором департамента по воспитательной работе и молодежной политики Карагандинского индустриального университета. Работаю в этой должности я с 2013 года. Ну, работа с молодежью, организация досуга молодежи, это, наверное, мое по жизни, потому что все время я работала с молодежью. Начинала работу в 1997 году после окончания университета преподавателем русского языка и литературы в Караганде, в средней школе номер 12. Потом меня пригласили в областной дворец детей и юношества, где я работала педагогом-организатором. Мы проводили мероприятия в областном масштабе. Вот, и вот эта вот работа с молодежью, она вот непрерывная связь, непрерывной нитью проходит через всю мою жизнь. Вот, работа директора департамента по воспитательной работе заключается в том, что мы проводим большие мероприятия со студентами нашего университета. Хочется сказать, что студенты нашего университета очень активны, они принимают участие в жизни не только университета, но и города, региона в целом. Мадину Мейрамовну я знаю уже более 10 лет. Я могу отметить то, что она является очень хорошим руководителем, всегда собрана аккуратно, все задания выполняет точно и в срок, инициативно, постоянно принимает участие во всяких молодежных делах, пользуется заслуженным авторитетом и у руководства университета, и у студентов. И все, что Мадина Мейрамовна не делает, она всегда доводит до логического конца, и всегда успешна. Мне город понравился тем, что здесь люди с очень крепким характером. Они, знаете, они очень стойкие. Наверное, то, что это город металлургов, это люди, которые не привыкли жаловаться, то есть они проблемы стараются решать сами. И достаточно приветливые люди, дружелюбные. Не всегда региональные, промышленные, небольшие города, это всегда такой отстой, это там и так далее, как многие думают. Тимиртау достаточно такой монолитный город, он достаточно очень интересный. Столько интересных, известных людей вышло из города Тимиртау. Это вроде бы Караганда, Тимиртау, Шахтинск, Абая рядом, но у каждого города есть свой какой-то неповторимый дух. И темиртаусы, мне нравится, что они очень дружные люди. Мы уже как-то росли корнями в этот город, мы слились с этим городом. Тимиртау для меня это неотлимливая часть моей жизни, потому что большую часть своей жизни я прожила в Тимиртау 23 года, то есть ровно половина. Поэтому я считаю, что Тимиртау один из самых лучших городов. И если мы будем вкладывать частичку своей души в развитие города, он расцветет. Я считаю, что за нашим городом большое будущее. Недаром же я повторяю, что очень много известных людей, начиная с Ельбасы, выходцы из нашего города. Хотя ее молодость здесь прошла на Тюмени, закалила его характер, воспитала его как политика, воспитала это наш город. Что хочу сказать? Это город моей молодости. Я думаю, что это город будет моей старости. Вот. Что сказать? Это самый замечательный город.